Ну а сегодня по церковному календарю наступил хлебный или ореховый спас. Ореховый, потому что к этому дню обычно созревают плоды. Хлебный, потому что, как правило, заканчивалась жатва. Ну а в Беларуси уже убрано 95% площадей и есть все основания, чтобы последовать еще одной традиции. Печь хлеб из муки нового урожая. В остродавних рецептах и современных технологиях Юрий Прокопенко. Я иду с дяжой, с этой ее уже, может, сто лет. С крошью чиняю ее хлеб. Ржаная мука, дрожжи и соль в доме у Веры Кириленко есть всегда. Женщина не покупает хлеб в магазине. Вот еще немного молочной сыворотки и можно замешивать тесто. Хлебец я мешу, спачечки хочу. Як пойду, я в каморочку трошку отдохну. Рецепт приготовления хлеба один, классика. Исключение только на хлебный спас. В этот день можно использовать только муку нового урожая. Для нашей хозяйки неизменное правило. Вот уже больше 70 лет. Учила меня мама и мамин швекер. И он работал в хлебопекарне. Мама заболела, нас было четверо в войну. И я решила стать хозяйкой. Сейчас Вера Кириленко ждет гостей. Семья большая, пять детей, десять внуков, одиннадцать правнуков. Каждый раз она обязательно выпекает им свой фирменный домашний хлеб. Прошло два часа, наш хлеб уже наверняка готов. Прямо сейчас проверим. Какой горячий и ароматный. О-о-о-о, хорошо. Да, ну такой хлеб наверняка в магазине не купишь. Конечно не купишь. Обычно, если шпёкся хлеб, на руце подгапает, значит он шпёкся. Не подгапает сырый. А на Полесье, в Мотоле, хлебный спас издавна отмечали с особым колоритом. Традиции выпечки хлеба здесь тоже очень давние. А свой секрет его приготовления есть у каждой хозяйки. Подтверждение этому единственный в Беларуси музей хлеба. В нём и раритетный утварь, и более сотни экспонатов. Считалось, что именно хлебному спасу весь урожай должен быть не только собран, но и из молот. Недаром говорили, третий спас – хлебоприпас. Каждая хозяйка уже именно из пшеницы выпекала красивые пироги. Старались, чтобы это были белые, из высшего сорта. А между тем, предприятия страны готовы составить конкуренцию пекарям-любителям. Говорят, некоторые рецептуры не уступают домашней выпечке. Этот вкус знают и за пределами Беларуси. Благодаря глубокой заморозке его можно найти даже на прилавках Китая. Основу технологии составляет замораживание изделий при температуре минус 35 градусов до достижения температуры внутри мякиша минус 18 градусов. Кстати, накануне Дня Минска столичные пекари угостят всех огромным тортом. Минск – 950, весом более 250 килограммов. Правда, для таких мастеров, как Вера Кириленко, нет ничего вкуснее домашней сдобы. И это не все. Считается, что засушенный в этот день хлеб защищает от бед. Юрий Прокопенко, Петр Бутрим, Валентина Лось, Василий Лосенков, телекомпания СТВ.